Привет-привет, друзья мои! Добро пожаловать на Кухню Тори! Рада вас снова видеть со мной! А сегодня у нас непростое видео, или совместное. Сегодня мы снимаем видео с интереснейшим каналом S.Viktoria. Проходите по ссылочке, которая в описании. Итак, у нас на дворе весна, и наконец-то наступил наш любимейший праздник Масленица. Но что у нас является символом Масленицы? Правильно, конечно же, блины. А что делать тем, кто сидит на диете, или у кого непереносимость глютена? Кухня Тори всегда найдет выход! И сегодня мы готовим чудесные диетические блинчики без глютена, с мягким сыром и помидорами. Что нам понадобится для приготовления наших блинчиков? Итак, нам нужно 120 грамм овсяной муки. По вкусу соль и любая ваша любимая рубленая зелень. Два яйца. 200 грамм мягкого сыра, любого брынза, фета, какой вам нравится. 1 столовая ложка меда. 5-6 помидор. 2 столовые ложки растительного масла. 240 мл молока. Если вы совсем уж на диете, или не переносите лактозу, то замените молоко водой. Ребята, для начала мы приготовим сами блинчики. Потом только займемся, конечно же, начинкой. Овсяная мука. Если вы нигде не можете ее найти, она не всегда из продажи. Я просто-напросто на кофемолке смолола овсяную муку обычную в Геркулис. Все, прекрасная мука получилась. Итак, в мисочку отправляем муку. Солим все по вкусу. Яйца. Не хочет. Мед. Подсолнечное масло. Или оливковое. Размешиваем. И будем потихонечку заливать наше молочко, чтобы у нас получилось, собственно, тесто в венчике. Жидкое тесто. Я порциями это делала, потому что тогда комочков нету в тесте. Сейчас еще и воспользуюсь венчиком. В следующий раз чудесно все. Все, разбиваю венчиком комочки. Итак, у нас получилось вот такое жидкое блинное тесто. Просто без муки. Итак, ребят, мы дали нашему тесту немного постоять, чтобы овсяночка напухла. Буквально минуты 3-4 достаточно. Разогреваем сковороду на сильном огне. Если у вас классная сковорода, в отличие от моей похабной нищебродской, то вам не надо ее смазывать ничем. У вас и так классная, антипригадная. Моя похабная сковорода, ее смазывать надо... Моя похабная сковорода, что я сделала? Че ты смеешься? Это же не сковорода, это же горе кулинара, блин. Печаль, тоска, масла много. Итак, что я там говорю? Мы сильно-сильно сковороду разогрели и, в общем, жарим, как обычные блинчики. Мне чертовски неудобно, мне надо все, вообще и кухня маленькая, похабная. Не развернуться, не повернуться в личине. Тип. Все, я жарю вот такие вот чудные блинчики на своей похабной сковороде на большом огне. Посмотрим, что у меня из этого получится. Как ты еще? Ну, красиво. Можешь снимать. О! Ребятушки, вот такая вот красота у нас получается. Ничем не отличается вообще визуально, по крайней мере, от обычных вот этих вот высококалорийных блинчиков. Все, так жарим все наши блины. Ребятушки, у нас получилось из этого количества продуктов, при учете, что у нас довольно маленькая сковородка, 12 блинчиков. Теперь мы, что делаем дальше? Мы берем мягкий сыр. Ну и нарезаем его, собственно, произвольно. Мы вот решили тоненькими такими полосочками нарезать. Берем помидорчик. Смотрите, блинчик кладем порционный. Раз. Помидорчик, что я в ришке-бужинке доделала. Тоже мы с такими тоненькими слайсами решили тоже нарезать. Вы можете нарезать, как вам нравится. Выкладываем. Сыр, помидорка. Сыр, помидорка. Так. Посыпаем зеленью. Накрываем. И вот таким образом, порционно. Вот у нас два блинчика на порцию, да? Вот мы положили. Сверху вот так накрыли. Вы можете подавать, конечно, как вам нравится. Завернуть, порезать кубиками. Ну вот мы решили, что это эстетика. Это красиво. Это пахнет вкусненько. Блинчики, помидорчики. Так что ни в чем себе не отказывайте. Даже если вы на диете или у вас непереносимость каких-то продуктов. Не забывайте никогда радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Потому что мы покажем еще много интересного. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на все наши паблики. Вконтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере. Мы есть везде. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok